Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре наушники Jabra Elite 85H. Поставляются они в таком чехле. Покрытие чем-то похоже на кожу, довольно-таки твердое. Замочек ходит мягко, плавно. Открываем. Наушники в свернутом виде. Вот эта поверхность типа бархатистая что ли, мягкая. Вот сейчас в таком состоянии они находятся в выключенном состоянии. Если мы их развернем, чашки вот так, загорается лампочка вот здесь, и они находятся во включенном состоянии. Автоматически подключаются к выбранным устройствам, которые сейчас в активном состоянии находятся, с включенным Bluetooth. Что у нас еще здесь? Проводочек для зарядки, такой 30-сантиметровый. С одной стороны USB, с другой стороны Type-C. Мягкая очень резина такая, не знаю, надежно это нет. И вот такой вот штекер, значит, три с половиной. Короткий довольно-таки, метр двадцать всего лишь. Вот такой вот. И ни разу им не пользовался. Один раз только включил, чтобы проверить, что работает. Ну да, действительно работает. И для самолета вот такой переходничок. Как мы все знаем, в Boeing, Airbus вставляется. И вы можете вставить через вот этот штекер, подключиться к наушникам, если, конечно, они у вас совсем сдохли. Ну и здесь вот еще у нас такая-то соль, что это, силикагель-осушитель. Вот эта вот часть, она прикреплена на липучку. То есть можно, в принципе, положение изменить, но здесь вот все в сложном состоянии умещается. Так, значит, сами наушники. Наушники, значит, поддерживают восемь, запоминают, вернее, восемь устройств. Когда вы подключаете девятое устройство, то первое запомненное в памяти наушников, в общем, удаляется, грубо говоря. Вот, в принципе, на любую голову они налезут. То есть здесь есть регулировка. Вот. Абушюры мягкие довольно-таки. Вот это вот все, вот эта часть, вот это, вот это, вот это, это все ткань. Вот, как ни странно, у других производителей это вот везде либо пластик, либо что-то еще под кожу, там, из эко-кожи, не знаю, там. В общем, здесь вот это все ткань. Тоже, не знаю, плюс это или минус, но, в общем, факт есть факт. Получается, на правой чашке у нас находятся кнопки. Их всего три штуки. Вот первая, вторая и третья. Соответственно, ну, понятно, что громкость можно увеличивать, однократно нажимая, либо уменьшать, либо увеличивать, да. Соответственно, нажимать там на паузу в песне, также отвечать на вызов, либо класть трубку. При длительном нажатии в течение трех секунд, соответственно, включается режим сопряжения. Вот эта лампочка загорается синим цветом и включается режим сопряжения. Это нужно, например, для, там, подключения к другим устройствам новым. К телефону у меня подключилось без всякого вот этого сопряжения. То есть, я просто их включил и телефон у меня, ну, нашел в телефоне это устройство и подключился без проблем. С ноутбуком история была другая. То есть, я не мог понять, почему у меня не подключается, никак вообще, ни при каких условиях. В итоге, почитал мануал, и в мануале было написано, что нужно нажать, три секунды подержать, загорится синяя лампочка и все прекрасно подключается. В общем, сейчас одновременно наушники могут подключиться, ну, в моем случае, как минимум к двум, то есть, к ноутбуку и к телефону подключается и говорит, что two devices connected, то есть, два девайса при коннекчене. Значит, получается, на правой также чашке находится кнопочка, она отвечает за микрофон, выключение микрофона, включение его и, по-моему, еще за голосовой ассистент. То есть, здесь можно в приложении, которое вы скачиваете на iPhone, либо на Android, называется оно Sound Plus, Jabra Sound Plus, как-то так, можно настроить ассистента, который будет вызываться вами, то есть, голосовое управление. Прямо с наушников. В общем, здесь же находится гнездо для Type-C зарядки и 3,5-й джек. Соответственно, на левой чашке находится у нас кнопочка управления режимами шумоподавления. Наушники оснащены активным шумоподавлением. Вещь не новая, но довольно-таки популярная в сегодняшних реалиях, особенно для путешественников. Имеется, грубо говоря, 3 режима. В приложении там 4 режима, потому что 4 режим — это типа настрой под себя. Первый режим — это выключенный. Значит, следующий — ANC. Это режим шумоподавления активного. И режим HEALS TRUE — это режим, который воспринимает звуки окружающего звука и передает вам, соответственно, в наушники. То есть, в этих наушниках, хоть они и закрыты, и плотно прилегают, вы будете в этом режиме все прекрасно слышать. Ну, нужно это где-то, там, не знаю, может быть, в офисах каких-то, или в данный момент, когда вы хотите именно все слышать. Потому что ANC отсекает большую часть этих звуков. Так, значит, что еще можно по ним сказать? Звук довольно-таки достойный. Ну, собственно, камера, конечно, не передаст. Но звук достойный у них. То есть, я пользуюсь всегда усилением низких частот для улучшения басов, скажем так. Вот, немного не хватает. Но вот с увеличением басов, в принципе, вообще все прекрасно. Высокий, все, прям на высоте инструментальная музыка, все прямо хорошо воспроизводят они. Вот это вот, то, что прилегает к голове, да, вот эта душка, она выполнена из какой-то очень мягкой, может быть, эко-кожи или чего. Не знаю тоже, насколько это будет все прочно. Вот. Соответственно, вот так вот красненькая лампочка загорелась. Выключены они. Вот так вот вы их включаете. Соответственно, есть у нас приложение. Приложение называется Jabra Sound Plus. Вот оно, Jabra Sound Plus. Значит, когда наушники подключаются, оно автоматически запускается. Здесь у нас, получается, с левой стороны режимы. Ну и вот, как я говорил, их три всего. Активное шумоподавление режима ANC. Тут такой паровоз типа нарисован. Hear True, это когда вы должны слышать речь. То есть, вот так вот, когда нажимаете. И, соответственно, режим звука выключен. У меня для всех режимов, собственно, когда я слушаю музыку, у меня для всех, для них стоит усиление низких частот. Есть еще вот такая фишка Smart Sound. Она будет активна, если у вас будут включены мобильные данные. Собственно, не знаю, насколько полезная штука. В общем, она анализирует текущую обстановку и подсказывает, якобы, вам, что какой режим сейчас вам лучше активировать. Ну, или сама его даже активирует. Но, не знаю, насколько это полезно. В общем, вы и сами, в принципе, можете кнопочкой вот этой вот управлять. И, соответственно, здесь, если вы, телефон у вас разблокирован. Мануал, в принципе, хороший, удобный. Все там расписано. Все прям очень подробно, максимально просто. Всех вот этих трех кнопочек, которые у вас находятся на правой чашке, хватает для того, чтобы управлять. Переключать музыку, увеличивать громкость, включать паузу, ну и прочее. У наушников также есть режим обнаружения уха. Вот, режим обнаружения уха. Что он из себя представляет? Ну, это типа как в AirPods, да и много, наверное, уже где такое используется. В общем, как только вы наушники снимаете с головы, то наушники у вас перестают играть. Где-то через секунду, через две. После того, как вы их сняли, если вы их резко сразу оденете, ну, у меня звук не начинал воспроизводиться. Нужно было нажимать на кнопочку вот эту центральную, чтобы, кнопочка типа как пауза. Если вы их сняли и подождали где-то больше пяти секунд, может быть, даже побольше, после того, как вы их одеваете, у вас воспроизведение начинается автоматически. Сразу же, без всяких, как говорится, нажатий на другие кнопочки. Вот, ну, периодически бывает, что не срабатывает. Ну, в общем, будем списывать это на ПО, возможно, какие-то погрешности. Ну, вот тут написано, значит, функция обнаружения уха используется для автоматического приема вызовов, автоматического отключения микрофона во время вызова и воспроизведения музыки. Если вы отключите функцию обнаружения уха, данные параметры не будут доступны. Ну, в общем, оно всегда включено. Не знаю, насколько оно расходует батарею. Вот, но я, значит, советую, если вы пользуетесь не много, если у вас наушники не постоянно на голове, то их все-таки выключать. Потому что вот в таком режиме ожидания, значит, у вас батарея садится все равно. Хоть они и не воспроизводят, но Bluetooth соединяется и, в общем, они садятся. Ну, садятся очень долго, конечно, заявлено у них 36 часов в режиме ANC. Если без этого режима, то 41 час воспроизведения музыки. То есть, довольно-таки долго они живут. Я заряжаю их раз в две недели приблизительно. Заряжаю от ноутбука. В ноутбуке есть у меня USB 3.0 разъем. Соответственно, довольно-таки быстро они заряжаются. Приложение на ноутбук тоже можно поставить, ну, на компьютер. Я имею в виду на Windows, по крайней мере. Там, грубо говоря, оно не особо-то полезно, но оно показывает, что в данный момент заряжаются наушники и показывают уровень заряда. Вот, что еще можно сказать по приложению. Ну, здесь также отображается уровень заряда. 76%, да, в данный момент. Здесь также есть вот язык голосовых указаний. Ну, вот, будет доступен с интернетом. Сейчас включим интернет. Вот, язык голосовых указаний. Ну, тут их не так уж и много, как говорится. Ну, английский, понятно, что самый доступный и понятный для многих. Значит, руководство и справочники. Вот, в этой менюшке я, значит, нашел все, что касается управления. Очень удобно, понятно, просто, любой разберется. Дальше есть еще фишка найти мое устройство Jabra. Оно, в общем, служит для того, чтобы вы, типа, если вы потеряете их, чтобы вы нашли. Но, в общем, фишка не совсем, это в них GPS, как вы понимаете, нет. То есть, это последнее место, где я приконнекчивался к мобильному устройству. И там нужно разрешение дать, естественно, для GPS, там, для мобильных данных. Ну, в общем, такая штука. Зарегистрировать свое устройство. В общем, после покупки с помощью этого приложения можно легко зарегистрировать наушники. Я так понимаю, что где-то у них там на сайте Jabra. И после этого дается двухлетняя гарантия. В магазине дали гарантию один год. Вот. Наушники, значит, получается, имеют некую там водозащищенность. Ну, естественно, не от проливного дождя или, там, купания в душе. Вот. Но какой-то там моросящий, там, не знаю, дождичек, там, или, например, снег. Вот в снег я их слушал, то есть, при снегопаде. Прям ходил, как говорится, сверху они у меня были. Ничего с ними не случилось. Все нормально. Там, в общем, какое-то покрытие наполнения электронного. Сравнить их у меня не было возможности, потому что у меня вот это первые наушники с шумоподавлением. Так как много летаю, захотелось именно, как говорится, комфорта в самолете. Вот. Действительно, комфорт они дают. В принципе, не сильно они давят на уши. Ну, наверное, конечно, не так, как AirPods Pro. Они вообще не давят на уши. Вот. Но эти довольно-таки удобные. У них очень мягкие вот эти вот амбушюры. И вот эта вот часть, она тоже очень мягкая. Значит, что я могу сказать. Шумоподавление, ну, нормальное. Но не могу сказать, что оно все прям полностью обнуляет. Ну, понятно, что оно не может все обнулять совсем. В данных наушниках 8 микрофонов используется. Значит, на Airbus 320 при взлете они не справляются. То есть, они выдают некий такой треск во время прослушивания музыки. Ну, не прям пипец какой громкий. В общем, но видно, что они справляются. Но как только произошел отрыв, практически буквально через секунд 15, все. Дальше тишина. В самолете Boeing 737, который я ненавижу всей своей душою. Не потому, что он американский, а потому, что он отстойный. В плане комфорта для пассажиров. В нем, значит, при прослушивании музыки в этих наушниках, значит, после взлета и набора некой высоты, уж не знаю какой там, тысяч, наверное, двух-трех метров приблизительно, вы будете понимать, что ANC не справляется. Потому, что уровень шумоизоляции, может быть, это уровень шумодвигателей этих самолетов 737. В общем, не справляется ANC. Вот, если вы, например, в метро будете ехать, либо, к примеру, где-нибудь на ЖД-станции, либо рядом с вами будет работать перфоратор, либо, грубо говоря, кто-то будет орать там за стеной, то, в принципе, вы этого не услышите. Если вы будете пользоваться активным шумоподавлением в этих наушниках. Вот. Скажем так. Поставляются они в очень приятной коробке, которая будет ниже у нас на фотографии. Чем-то напоминает твердость и оболочку всей упаковки от Apple. Вот. Видно, что устройство довольно-таки качественное. Уж по надежности тут я и пока ничего не могу сказать. Пользуюсь где-то месяц. Вот. Ну, сравнивать их нужно, естественно, с Bose 35-ми, с Sony 1000-ми, но сравнить у меня возможности не было. Вот это уже потом, после покупки, я узнал, что есть вот такие еще варианты. Вот. Если кто, как говорится, пользовался этими девайсами, пишите комментарии. Что вы думаете? Ну, в общем, это все, что я хотел рассказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok